МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, увы, на природе можно встретить иногда и очень-очень такие лицеприятные картины, когда свалка образовалась, да, например, и вот мешает, как бельмо в глазу, прям мешает сверстать с удовольствием. Мне кажется, свалок у нас меньше, куда чаще глазу мешают эти наши великие растения трехметровые, знаете, вот такие. Вы поняли, про что я говорю? Борщевик сосновского, да. Или вот, например, стоит какая-нибудь лужайка, да, полянка такая симпатичная, растут цветы, и все это благоухает, и бац, техника появляется внезапно, и начинают раскопки какие-то, что-то копают, что-то добывают, и всю эту красоту портят. В общем, так мы незамысловато подводим к нашей новой теме. К нашей теме, да. У нас она так обозначена, интересно, поля зарастают, знак вопроса. Вот я бы здесь знак вопроса не ставил, потому что поля, правда, зарастают. И не только борщевиком, да. Вот я как раз, недалее, как в субботу, мы ходили на бывшее совхозное поле, или колхозное, уж я не могу сказать, потому что на бывшее. Там уже такой нормальный ельничек подрос, маслятки под этим ельничком. Отлично. Ягодки прекрасные совершенно, земляничка растет. Тем не менее, это поле сельхозназначения. Там не должно быть ни елок, ни борщевика, ни земляники. А должны выращиваться сельскохозяйственные культуры. Культуры, да, форум сказали. В общем, будем сегодня говорить о том, что с землями происходит сельхозсельскохозяйственного назначения. Уточняем это. И у нас в студии Марина Корнева, начальник отдела земельного надзора, управления федеральной службы по ветеринарному и фотосанитарному надзору по Кировской области и Юдмурской республике. Россельхознадзор, так мы именуем. Да, да, я даже удивился, как я так полностью это назвал. А я на сайте подсказку смотрю. Россельхознадзор, да, мы называем это ведомство. Здравствуйте, Марина Владимировна. Здравствуйте. Не так давно мы общались с вашим руководителем, с Сергеем Васильевичем Беляевым. Не все успели темы затронуть. Как раз до этого мы только дошли, и тут у нас время кончилось. Решили встретиться отдельно. Ну что, давайте начнем. Действительно, такая плачевная у нас ситуация в регионе, с землями, на которых должны выращиваться все-таки сельскохозяйственные культуры. Но, к сожалению, мы... Да, вот тогда просто, извините, Сергей Васильевич, тогда нас ошарашил, но эта, по-моему, информация не прозвучала в эфире, или где-то, может быть, уже за. А, по-моему, даже в эфире было о том, что мы лидируем. Ну, Кировская область лидер по количеству... По Криволжскому федеральному округу действительно так. Более миллиона у нас гектаров зарастает. Сорные древесные, кустарниковой растительностью. И, конечно, уже большой процент, где уже стоит лес строевой. По идее, надо бы земли переводить в другую категорию, в земли лесного фонда, о чем мы говорим постоянно и пишем письма на нашего губернатора и озвучиваем эту тематику для неопределенного круга леса. Почему это важно? Поясните, пожалуйста, для простых жителей. Почему нужно переводить? Почему это плохо, что зарастает? Нет, ну просто можно вводить земли в сельхозназначение те, где лес растет хотя бы до 10 лет. То есть их можно, культурно-техническую мелиорацию провести, убрать это зарастание, вспахать земли и ввести их в сельхозоборот. То есть можно вернуть в сельхозоборот. А там, где уже такие... Невую систему уже... Да, да, да. А там, где больше 10 лет уже не получается. Ну, где больше 10 лет, там получается уже и питательных веществ в почве как таковых. Ну, представьте, если дерево уже руками обхватить невозможно, как можно его, например, там спилить, выкорчевать. Это все гораздо сложнее, нежели чем своевременно это ввести, своевременно это сделать. Поэтому мы как раз предложение-то и вносили о том, что если вот такие земли уже зарастают более 10 лет подряд, то их рассмотреть возможность по переводу в другую категорию земли лесного фонда. Ну, этот вопрос рассматривается. А кто непосредственно этим занимается? Кто может принять решение? Ну, правительство Кировской области, конечно, министерство лесного хозяйства, да. То есть получается так, что если вот этот уже лес, который старше 10 лет, да, на земле, которая считается землей сельхозназначения, то, в принципе, владелец-то, получается, должен быть оштрафован. Ну, естественно. Когда к нам приходят... Ну, он как бы обычно есть. Ну, не всегда он есть. Не всегда, да. Ну, если он есть, то, естественно, что мы в первую очередь принимаем, это меры для привлечения к административной ответственности. Мы штрафуем за зарастание земель сельхозназначения по части 2 статьи 8.7 Кодекса административного. Штраф на физических лиц составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Ну, очень много земель у нас куплено именно физическими лицами. Люди накупили земли, не понимая, для чего она им нужна вообще. На черный день. Ну, скорее всего, да, с целью дальнейшее извлечение прибыли. Для перепродажи. Для перепродажи, для того, чтобы, естественно, коттеджи везде строились и все. Но где есть востребованность, там, в принципе, это и происходит. А где нет такого потенциального заинтересованного лица, там вот и получается, что растет лес. А сколько это явление массово? Ну, это широко. Широко, да? Да, на территории Кировской области. Наверное, в основном рядом с областным центром такое. Ну, вот мы в том году брали в разработку Юриянский район. Очень много нам администрации Юриянского района писало о том, что действительно физические лица скупили земельные участки. Но там и сельское хозяйство, к сожалению, у нас два юридических лица ведется. То есть нет потенциальных интересантов, так скажем. Но вот мы работали по Юриянскому району. Более 20 лиц привлекли к административной ответственности. Выдача предписания должна бы вводить земли сельхозназначения в сельхозоборот. Но некоторые у нас люди, как только получают предписание, они просто переводят, продают землю. Получается, появляется новый собственник земли, который, естественно... У которого нет еще предписания. Да, и этот процесс может быть бесконечным. Естественно, что управление борется с этим. И, например, на текущий период первого полугодия уже введено в сельхозоборот у нас 207 гектаров земель. Вроде цифра не такая большая, но в том году эта цифра была гораздо меньше. А вообще контролировать состояние участков, у вас же управление просто физически не может. Кто этим заниматься должен? Муниципалитеты? Ну, муниципалитеты... Мы осуществляем, получается, наше управление государственно-земельный надзор. А муниципалитеты, они в силу земельного же кодекса должны бы проводить муниципальный земельный контроль. То есть они планы свои составили в отношении юрлиц, физических лиц. Это одно из направлений работы, по идее, муниципалитета, да? Да, да. Ну, вообще, чтобы вводилась земля сельхозоборот, надо со всех сторон ввести эту атаку, как говорится, на таких нерадивых собственников. Мы со своей стороны госоргана, они бы со своей стороны муниципалитетов. Ну, вот они, муниципалы, нам обязаны в силу постановления 15.15 направить до 1 июня текущего года планы своей работы на будущий год. Что они планируют, кого проверить. Так вот, таких планов было направлено 16 штук до 1 июля, потом еще 3 пришли. А всего должно было быть бы, по идее? Больше 300. Но дело-то в том, что они направили планы, это практически все из них проверки на землях населенных пунктов, а не на землях сельхозназначения. Пришло там буквально у меня на одной руке хватит пальцев для того, чтобы сказать, сколько они нам направили таких проверок. Если бы муниципалитеты у нас к этой работе подключились, то эффективность водоземель сельхозназначения в сельхозоборот был бы гораздо лучше. И, кроме того, у нас ведь, когда мы привлекаем, вот по этой части, я сказала, часть 2.8.7, штрафы-то куда идут? А не муниципалитеты идут. А не муниципалитеты? Конечно. А не заинтересованы, по идее? По идее, муниципалитет заинтересован в том, чтобы выявлять вот эти вот вещи. То есть им надо составить план, согласно плану в установленную дату выехать, посмотреть это поле сельхозназначения, если там есть зарастание, захламление, порча, составить об этом акт проверки и направить нам его для дальнейших мер привлечения к ответственности. Все, больше муниципалитету делать ничего не нужно. Им нужно просто выехать, посмотреть, увидеть то, что зафиксировали, растут, сфотографировать, сообщить в управление. То есть это все написано в постановлении правительства 15.15. Но вот пока АВОС и ныне там, что называется. А с чем вы думаете это связано? Почему? Вот они вроде бы заинтересованы, или они просто уже понимают, что это ничего не изменит? Нет, у нас все-таки недостаточно нормативно-правая база. Вот буквально на днях встречались мы с исполнительным директором Ассоциации Совет Муниципальных Образований, Потопенко Алексей Юрьевич. Разговаривали. Разрабатывается в настоящее время дорожная карта для муниципалов. То недостающее звено, которое необходимо в НПА, в нормативно-правых актах, они дорабатывают это. И вроде бы как это все будет способствовать тому, чтобы все-таки у нас сдвинулось с мертвой точки это как раз. Это муниципальный контроль, чтобы реально начал действовать, да? Да, да, да. Даты-то стоят какие-то? Когда составить эту дорожную карту? Ну вот сказали, что к концу года все-таки что-то будет. Разработано. Разработано, доведено до муниципалитетов. Ну и в том числе мы постоянно же общаемся с муниципалами, консультируем, проводим совещания. То есть доводим их в ту информацию, которая есть. Методические рекомендации Россельхознадзора, вышестоящей нашей организации, были доведены до муниципалитетов еще два года назад. То есть есть документы, в принципе, некоторые работают и сейчас, и никакое отсутствие нормативно-правых актов им не мешает для этого. У нас неплохо работает Кирово-Чепецкий район, вот Юрианский район. То есть если сами нет планов, не составили акты проверок, но у вас ведь есть сведения на местах, кто у вас, Иванов, Петров, Сидоров, у кого земельные участки зарастают, так просто информацию направляйте к нам, а мы ее будем отрабатывать. Ну вот Яранский район у нас подключился к этой работе, они нам направили очень много сведений о таких лицах, чьи земельные участки зарастают. Есть такой у нас у Агроном, московская фирма, у этого Агронома, это в Яранском районе, как раз я рассказываю, направил нам администрацию Яранского района, что 60 земельных участков зарастает. Мы заказали, естественно, выписки из Егеного государственного реестра прав на недвижимое имущество и выяснилось, провели административное обследование и вот из 60 участков 59 зарастают в настоящее время. Но в отношении юрлиц не так просто провести надзорные мероприятия, для этого нужно согласовать проверки с прокуратурой. У нас есть 294-й федеральный закон. В общем, порядок такой. Да, ну и вот в настоящее время мы передаем эти документы, там целая кипа, для того, чтобы эту проверку согласовать, будем ждать решения прокуратуры. Если нам дают согласие, значит мы поедем проверять, будем уведомлять это юрлицо. Ранее оно у нас уже привлекалось к административной ответственности аж трижды. У него земельные участки не только в Яранском районе, но и в Арбашском. И забыл еще, в общем, в трех районах у нас. То есть они уже имеют опыт общения с вами? Да, они у нас и штрафы платили более двух миллионов, заплатили тогда штрафы, но сейчас в последнее время даже приставы штрафы с них заскать не могут. И вот что сделать с такими? Вроде бы надо дальнейшее действие, изымать земельные участки. Получается, у нас федеральный закон, 101 ФСЗ, который там, статья 6, регулирует эти отношения по изъятию, там не все так просто написано. Нужно три года подряд привлекать лицо к административной ответственности, выдать ему предписание, если он только его не исполнит. В этом случае мы имеем право три года подряд. Пока вот сейчас рассматриваются как раз в Госдуме, по нашим сведениям, изменения, чтобы закон стал работающим. Законодательные изменения нужны, в общем, да? Да, у нас даже сейчас в отношении физических лиц, ну то есть граждан, эта же плановость проведения надзорных мероприятий, она есть. То есть что в отношении юрлиц, как мы можем три года привлекать одно и то же лицо к ответственности? Если у нас раз в три года только их проверять можно. А у нас еще пилотный проектор у сельхознадзора по земле, у нас рискориентированный подход. Если земельный участок не граничит, например, землями промышленности, или у него там рядом нет свинокомплексов, птицефабрик, то этот участок будет относиться к низкому риску, и проверки в отношении его вообще никогда нельзя проводить. Только планово. И, соответственно, изъять его тоже никогда нельзя. Я прошу прощения, время небольшой паузы у нас подошло, мы продолжим нашу беседу через полминуты. Марина Корнева, начальник отдела земельного надзора, управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике у нас в гостях. Что-то мне, Марина Владимировна, подсказывает, что те люди, предприниматели, которые занимаются покупкой, продажей и продажей и покупкой земельных участков, они прекрасно знают о том, что надо правила соблюдать, но они их не соблюдают. Такой вывод можно сделать? Можно сделать такой вывод. Но в последнее время, может быть, немножечко ситуации меняются, они начинают понимать, что если мы не сможем проверить их планово, то мы сможем проверить их по обращению, когда к нам кто-то пишет. У нас же является это основанием для проведения других надзорных мероприятий. Внеплановую проверку может провести? В этом же 294-м федеральном законе сейчас прописано, мы можем проводить рейдовые мероприятия. То есть без взаимодействия с собственником земли мы можем выехать на участок, посмотреть собственными глазками, что там все-таки имеется. Потом мы можем провести административное обследование земельного участка. Сидя специалист на своем рабочем месте, откроем публично-кадастровую карту, наберем там определенные циферки, и все выйдет. Есть там лес или нет этого леса? На картинке прекрасно видно. И как раз вот эти, потом есть у нас механизм предварительных проверок. То есть мы можем запросы сделать, выполномоченные органы, которые нам могут сказать, кто чего и как. И самому этому обращенцу тоже написать, если нам что-то непонятно. Бабушки же как пишут? У меня там за огородом не напишется, в каком районе, нигде находится огород, растет такое-то растение. Но они же думают, что они одни. Ну да, конечно, думают, что все знают. Был такой случай, обращаются, пишут, я звоню. Она говорит, так я в Удмуртии нахожусь. Мы же еще и по Удмуртской республике. Ну вот, и вот как раз вот эти надзорные мероприятия, которые проводятся без взаимодействия, они уже являются, по их итогам пишутся не только акты, по их итогам пишется мотивированное представление госинспектора, который их проводил, а потом уже они являются основанием для проведения внеплановых проверок. И поэтому у нас в этом году в связи с вот этой новеллой в законодательстве То есть участков появилось больше, да? Проведено праведнодзорных мероприятий в два раза больше. Если в том году было 53 за полгода, в этом их 108. То есть мы как освобождаем бизнес от нашей нагрузки, мы смотрим без них, мы не взаимодействуем с ними, и мы, если только выявим нарушение, то только в этом случае уже начинаем у них что-то спрашивать. То есть им никаких специальных документов не нужно, в этом все проверили, и если только вы что-то обнаружили, тогда уже идет в обычную проверку. Да, но в рамках предварительной проверки мы можем у них что-то запросить, но обязанности предоставлять у них нет. Если хотят, предоставят, если не хотят, не предоставят. Такого вопроса еще хотелось коснуться, что-то практическую пользу. У нас в целом в областном центре продолжается высокий спрос, по-моему, на участки земельные для индивидуального строительства, они повсеместно, по-моему, это реклама, участок 20-30 соток по ТЖС и так далее. Есть вероятность здесь попасть на участок, который зарастает, и что-то по части вашего ведомства не в порядке? Ну, ИЖС-то это не наша компетенция. У нас бывает так, что земли сельхозназначения скупают, дабы перевести их в другую категорию, как раз по ТЖС. И в дальнейшем размежевать и продать, да. Но сейчас не так все просто перевести. У нас же есть закон о переводе земель сельхозназначения в другой категории, только в исключительных случаях он может быть переведен. Поэтому наивно люди думают некоторые, что если земля в отдаленности, у нас там 30 километров, по-моему, сейчас, от населенных пунктов, что она будет переводиться в другую категорию. То есть надо сначала подумать хорошо собственнику будущему земли, а надо ли ему приобретать этот земельный участок. Вот у нас есть такой колхоз большой, СПК Искров, в Воричевском районе. Директор Илья Иванович Экон. Так вот он уже который год подряд нам жалуется, сообщает о том, что вот у них эта Искра хотела бы еще купить земельные участки, расширить свои вот эти владения земельные, потому что есть востребованность в этом. Но все соседние участки скупил один гражданин. Сейчас он их как раз перевел не в категорию другую, а разрешенное использование сменил. Тем самым ушел из-под нашего надзора. Мы же не везде натираем, мы только на полях сельхозназначения. Разрешенное использование сельхозпроизводства и сельхозиспользования он там под ЛПХ перевел. И сейчас он межует эти земельные участки как раз для того, чтобы дальше их продать. Вот Илья Иванович ревет о том, что вот такая ситуация может быть, там борщевик растет и так далее. Мы все понимаем. Но они сделать ничего не могут. Но надо было своевременно эти земли приобретать собственность, своевременно меры предпринимать, потому что у нас эта ситуация, она очень распространена. Юридические лица думают, ай, авось, не будем мы сегодня это делать, межевать, покупать. А завтра получается так, что приходит вот такой вот физик, гражданин. Ну физическое лицо, мы имеем в виду. Пусть у него там сто лет ничего не используется. И на его участке и косить-то ведь как? Он же собственник, он не пускает, он не разрешает. А колхозы от этого страдают. Марина Владимировна, вопрос такой вот, скажем так. Купил собственник землю, значит сменил у него разрешенный вид использования. Да, вот растет у него там борщевик. Вы ведь не можете его заставить? Нет, только муниципалитеты, и то в рамках муниципального контроля. И вот назревает вопрос... А борщевик-то ведь ползет, он же размножается очень быстро. Ну давайте поподробнее уже поговорим, да, про эти растения, которые мешают. Как про них не говорите? Жизни. Они везде. Ну я как раз являюсь одним из членов сейчас комиссии у нас, созданной территории Кировской области. Да, возглавляет у нас ее Алексей Алексеевич Котлячков, министра сельского хозяйства Кировской области. Распоряжением правительства создана она, эта группа в 2017 году. Периодически мы примерно раз в квартал собираемся. Сейчас у нас пилотный проект в Кирове. Именно Киров и Кирово-Чапецкий район. Через космоснимки выявлены очаги зарастания борщевика. И эти земельные участки, ну в нашей части именно мы взяли только сельхоз назначение, потому что наши полномочия не безграничны. И мы их системно отрабатываем. То есть проводим надзорные мероприятия как раз без взаимодействия с собственником. Если очаг подтверждается вот этого борщевика Сосновского, то мы такое лицо будем привлекать к административной ответственности и выдавать предписания. То есть это уже... Что конкретно там звучит вот эта статья? Что нарушает человек? Она там у нас... Ну это ссорная растительность, почему она получает? Нет, 87, она звучит нарушение обязательных требований. Там и водная, и ветровая эрозия. В общем, там можно подвести под эту статью все что угодно. Все мероприятия, которые должен собственник в силу 13-й и 42-й статьи земельного кодекса проводить. Поэтому она у нас достаточно многогранна. И зарастание, и захламление. И если гражданин, например, черпает из земли, но ни грамма удобрения туда не вносит, то это самое и будет. Как раз эта статья. То есть он как бы истощает землю. А вот смотрите, в Московской области сообщили, что они приняли свой региональный тоже закон в Московской области. И сейчас будут... У них специальные штрафы ввели в административный кодекс за борщевик. Причем штрафы очень серьезные. Там порядка, по-моему, 40 тысяч рублей. Это, видимо, в местный закон, да, об административной ответственности. Я думаю, что и у нас эта тема тоже найдет свое понимание рано или поздно. Потому что вот как раз рабочая группа собирается сейчас. И каждый из своего ведомства очень много входит. И научные учреждения, и государственные органы. Много-много. И каждый со своей стороны решает, что же он, чем же он может помочь с этим борщевиком. Но так или иначе, сколько бы мы ни рассуждали в этой рабочей группе, если человек сам для себя не поймет, что если у него есть огород, то надо выйти и за огородом тоже этот борщевик выкосить. Так а там сейчас много заброшенных огородов. Там вот растет. Все равно без субботников лиц, проживающих в данном населенном пункте, не обойтись. Бесполезно. Мы сегодня выдали предписание, он гербицидом, например, обработал, скосил и так далее. Борщевик – это такое растение, которое 25 лет. Голыми руками не возьмешь. Так он и 25 лет семена, они в земле, если сохраняются, схожи. Сохраняются схожи, да. И причем одно растение, там, несколько тысяч дает, собственно, семян. Именно так. Очень много нам идет в госорган звонков, что делать с борщевиком. Но полномочия наши очень ограничены. Поэтому, конечно, когда к нам приходит обращение, мы в части своих полномочий всегда отрабатываем и доводим до логического завершения. Но даже вот на рабочей группе были бы такие моменты, что обработали гербицидом один, например, участок, да. Все там уничтожили полностью, просмотрели через какое-то время. Действительно, все уничтожено, ничего нет, никакого борщевика. Два года прошло, и этот желез стоит. Потому что схожи семян. Надо, если в малом количестве борщевика растет, очень хорошо закрывать его чем-то черным пленкой, пленкой, геополотном и так далее. То есть обкосил и закрой. Чтобы ультрафиолет, да, чтобы не получало, чтобы фотосинты, чтобы не происходил. Ну вот если вот огород у тебя есть, и там растет единичное растение, как мера, вот, обработай, его вообще лучше выдирать с корнем. Но это надо делать тогда, когда еще не вызрело растение-то. В начальной стадии, естественно. До корня отпускают вот эти свои там усы, и они дальше еще ползут. Ну, тем не менее. Ну, гербициды, хорошие гербициды, которые до корня, нежели через листы попадают растения и до корня дойдут, они его полностью уничтожают. Ну, видимо, надо искать машину времени, чтобы перенестись в тот год, когда руководство страны принимало решение активно сеять борщевик, чтобы, собственно, кормовую базу для скота поддерживать. Да, так у нас и до сих пор есть некоторые хозяйства, которые активно борщевик используют для питания животных. Они его высевают или они какие-то... Ну, не знаю, но знаю, что они вместе с козлятником, когда это такая тоже другая, еще другая культура на растении, и при этом хорошая надуя там, и все нормально у них. Так, отличный корм получается после того, как, собственно, он там... Ну, в основном, если это крупное сельхозпредприятие, если у него есть поле сельхозназначения, там нет этого борщевика. Там чистые посевы, люди нормально относятся к земле, рачительно, они все знают и понимают, для чего использовать. А если вот, как мы уже сегодня с вами говорили, люди покупают и не знают для каких целей, в этом случае бывают нарушения. Слушайте, а борщевик вдоль дорог, межрегиональных трасс, внутри областных... Ну, у нас дорожники борются. Да, 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 там идет козьба, там эти ездят, тракторы... И они тоже потом гербицидами обрабатывают, да. Да, как раз в этой рабочей группе были озвучены ряд цифр, где они говорили о том, что там-то, там-то провели, но все упирается, если бы у них не было таких хороших семян схожих. Тогда бы это было гораздо эффективнее. Так, небольшая у нас рекламная пауза сейчас. Владимировна еще раз пояснила, что если земля сельхозназначения, если она загаживается, захламляется чем угодно, то это уже нарушение. Сейчас решили поговорить о отходах сельхозпроизводства. Собственно, с ними тоже нужно правильно обращаться. И недопустимо, когда тот же навоз, те же отходы с ферм должны находиться на поверхности. Ну да, любое перекрытие плодородного слоя, хоть чем, хоть тебе горбы, ляпил, навоз, без разницы, глина, песок, то есть плодородный слой у нас составляет 20 сантиметров в Кировской области примерно, да. И если на нем не производится сельхозработа, а что-то на нем лежит, значит это нарушение земельного законодательства. Это же будет у нас статья часть 2.8.7, потому что лица не должны этого допускать. И у нас даже были случаи возмещения вреда окружающей среде, то есть мы привлекли к ответственности, а потом взыскали вред окружающей среде. Ну и в последнее время у нас такая тенденция, у сельхозтоваропроизводителей достаточно крупное хозяйство позволяет себе жидкую фракцию навоза вывозить на поля сельхозназначение в нарушении действующих ветеринарных норм. Есть у нас санитарные, ветеринарно-санитарные правила, где черным по белому написано, что навоз должен храниться на твердом покрытии, на площадках с твердым покрытием. На специальных площадках, то есть, да? Конечно, а не на полях сельхозназначения. Получается так, что в весенний период времени, в зимний, там, в весенний вывозят на поля вот эту жидкую фракцию. Потом наступила весна, как было вот у нас СПК Сунский в последнее время. И потекло это все, и в населенный пункт, и в река Суна. И поэтому нам что делать? К нам раз пришло обращение, два пришло, нас завалили обращениями, потому что граждане, которые там живут, во-первых, им не нравится этот запах, во-вторых, действительно, дети-то наши где должны купаться-то в навозе или в реке? Поэтому мы не можем... И рыбаки жалуются тоже, потому что рыба просто дохнет. Конечно. Потом у нас аналогичный факт был в Соколовке. По обоим фактам мы согласовывали внеплановые проверки с прокуратурой. И основанием у нас как раз вот это являлось обращение лиц недовольных. Недовольных. Сам председатель, когда приходил ко мне на рассмотрение материалов, он говорит, да, у меня тоже пачка лежит обращенцев. Все жители недовольны, но мне ведь некогда их разбирать. Но до определенного времени такое может быть. Если ты знаешь, что у тебя лица в твоей деревне, в колхозе, в селе недовольны твоими действиями, так ты зачем до назорного-то органа, до привлечения так административной ответственности доводишь? Ты прислушайся к жителям своим и сделай так, как делал твой отец и так далее. Ведь на твоего... Тот, кто был до тебя, на них же так не жаловались. Поэтому... Чтобы они знали, как с навозом обращаться, господин. Все крестьяне это знают. Ну вот сейчас же изменилась сама система. Раньше навоз-то был не в такой фракции. Сейчас же идут смывы. И вот, видимо, что-то сменилось. Но надо, значит, да, и менять и здесь подход. То же самое. Не надо нарушать. Сейчас мы обжалуем в судах. Ну зачем это все надо? Тратить свое собственное время, когда сейчас идет горячая пора. А Марина Владимирович, вопрос такой, этот навоз, да? А вот смотрите, раньше нас всегда панику били вот из-за этих опилочных свалок. Сейчас какая-то ситуация улучшилась ли? Ну, после того, как мы предпринимателя одного в Афанасьевском районе привлекли к административной ответственности... Там какая-то длинная была история в Афанасьевском районе. Очень длинная. Да, очень много лет прошла она. Мы дошли до судебного процесса, до возмещения вреда окружающей среде. Там заключили мировое соглашение. Потом он миллион триста выплатил в течение пяти дней после суда. Он свалку-то убрал свою? Все устранил, все вспахал, внес туда и удобрения, и сельдераты посеял. Все, там, земельный участок приведен в должность. А в чем суть это было? Пилил, пилил и накопил массу опил? Он вывозил горбы и опил. Он думал, что если это собственность его, а у него собственность и у дочери, то значит, можно делать земельным участком все, что он хочет. Но такое понятие у нас не присутствует. Для этого нужно собственникам знать две статьи в земельном кодексе 13 и 42, почаще их читать. Потому что собственность земли, ну, нельзя. Вроде она у тебя в собственности, но она все равно общее достояние. Ну, и сейчас ситуация более-менее нормализовалась? Ну, есть факты. То есть этот прецедент повлиял? Нет, факты все равно у нас имеют место быть, но они единичные. Ну, нет, какое-то время было назад, может быть, лет 15 назад, когда просто панику били, что вся вот область заваленными свалками. У нас просто еще, знаете как, у нас любое поле практически, оно соседствует с лесом. С лесфондом, да. А в лес, да, в лесфонде, как вы говорите, там, что делают? Там добывают лес. И вот эти все штабеля вытаскивают на поле и считают нормальным, когда на поле они их разделывают, хранят и так далее. Так вот это нарушение прямой действующего законодательства. И сейчас уже этих фактов намного стало меньше, когда мы стали бороться, бороться, много об этом говорить, везде писать и так далее. И калии на землях сельхозназначения тоже от тяжелых лесовозов. Тоже, когда у нас прошли... Это получается нарушение слоя благородного. Конечно, да. Когда у нас прошли большие громкие судебные процессы по возмещению вреда окружающей среде, они сейчас у нас минимизированы. Но буквально на той неделе по КЧУС у нас прошел такой судебный процесс. Мы выиграли 4,5 миллиона рублей как раз по возмещению вреда. Они, когда водовод строили в Куменском районе, они на таком поле сельхозназначения таких калии наездили в зимний период времени, там до метра. Естественно, к нам обратился тот, кто сеет и пашет на этой земле. Мы привлекли к ответственности, к ЧУСС. И сейчас вот у нас судебный иск такой состоялся. Интересно. Это новость. Мы не знали, что вокруг водовода. У нас еще и не вступило в закону силу это решение, потому что оно только-только было. Но у нас практика судебная по возмещению вреда, она очень стабильная, уже наработанная. И того, чтобы у нас чего-то отменили, дальше в других инстанциях таких еще прецедентов не было. Что касается отходов бытового назначения этих фактов, насколько на территории региона много? По итогам полугодия 2018 года мы выявили 7 свалок на площади чуть более 3-4 гектара. И ликвидировано у нас 5 свалок на общей площади 3-8 гектаров. Но это свалки были выявлены в том году. То есть мы выявили, выдаем предписание, а для этого даем определенное время лицам. Поэтому вот такая у нас статистика имеет место быть. Марина Владимировна, мы еще до эфира говорили, сейчас вот какая-то новая проблема возникла с добычей, так сказать, наших полезных ископаемых на землях сельхозназначения. Наших вятских, песок, глины, известняк. В чем суть дела? Прежде чем на землях сельхозназначения что-либо делать, любое лицо, которое планирует эти работы провести, должен знать требования 42-й статьи земельного кодекса и 78-й статьи земельного кодекса. Вкратце о чем говорится? 42-я. Собственники и лица, не являющиеся собственниками, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. Целевое назначение. У каждого земельного участка есть разрешенное использование. Например, земля-сельхозназначение разрешено использование для сельхозпроизводства. Какое отношение имеют здесь карьеры? К добыче, да? Конечно, к добыче. А как так получается? Если ты хочешь работать и добывать карьеры, у тебя, например, есть даже выданная лицензия Министерства охраны и окружающей. А как можно выдать лицензию на добычу полезных ископаемых на земле сельхозназначения? Можно вопрос задать? Ну, это... Это скорее к Министерству охраны и окружающей среде. Там тоже разумные, вполне люди работают. Знаю, что они сейчас этого не делают, но ранее делали. Делали, да? Да, у них же договоры заключаются, в котором написано лицензия должен соблюдать требования действующего законодательства. То есть, типа, он сам потом пусть переводит эту землю там куда-то еще? Почитает. Ну, мы говорим о том, с вами сегодня, о том, что если земля сельхозназначения, переведи ее, разрешенное использование, переведи категорию земель в земли промышленности и только потом добывай на ней что-либо. Там, песок, известняки и так далее. Нельзя делать в нарушение требований. После этого будет административка и вред окружающей среде. А вред там получается изрядный. А вред это всегда миллионы. Кто-нибудь обязательно пожалуется, да? Кто-то все равно задаст вопрос. Не обязательно. Все равно это вскроется. Начнется проверка и, в общем, да, итог будет не слишком У нас очень много обращений. По управлению вообще в целом, по нашему, в сфере земельного надзора, это, наверное, 90% всех обращений идет по земле. У нас не успеет человек что-либо копнуть, как уже идет обращение. Люди сейчас очень активно работают. Нет, ну на самом деле, если уже миллионы земель вышли из сельхозоборота, практически, то, что осталось-то надо хотя бы это беречь. Кроме того, они консультируются и по телефону, и в электронном виде нам пишут. Очень активные граждане стали. Ну, спасибо им за это. Это же неплохо, когда они сообщают о нарушениях. Минута остается. Хотел спросить еще тогда, когда мы говорили о сельхоз, предприятиях заросших, да, земля сельхозназначения. Обратный-то процесс хоть есть, когда лес убирается, расчищается, там что-то возделываться начинает. Мы как-то все о плохом, о плохом говорили. Мы в том году привлекли одного мужчину, гражданина, к административной ответственности. У него 5 земельных участков, общая площадь 35 гектаров. Он вручную ходил и все срубил. Все. Вручную 35 гектаров. Мы приехали. Мы просто от восторга рады были Владуше хлопать, потому что он все сделал. Может быть, он, конечно, со своими родственниками это делал. Но он вот реально ходил. Там еще, при том, не проехать на земельный участок. Там нет дороги. Ну, это где-то около Кирова. А, рядышком. Подалеку. И он все ввел в сельхозоборот. Вот этот вот как раз очень такой положительный пример. Водушевляющий. Мы его и сняли в виде... Его, может быть, на какую-нибудь доску почета поездить, чтобы все знали, что делать. Да, ГТРК. Мы снимали, выезжали, и он попозировал нас. Очень доволен. Сам своей работой остался. Все сделал. Поэтому... Просто неимоверный колоссальный труд. 5 гектаров. Есть юридические лица, которые тоже после наших предписаний, вот сейчас по-ломскому выдано, да, тоже все вводят, тихонечку делают. Спасибо. На радостной такой. На приятной ноте. На приятной ноте заканчиваем. Удивили вы нас в конце разговора. Марина Корнева, начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республики. На этом наша программа завершена. Дали новости. Передача «Особое мнение» через 20 минут, где гостем станет экс-депутат Гордума Алексей Кузьмин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова